Этот выпуск посвящен двум самым отдаленным регионам России и США, Чукотке и Аляске. Могла вся Чукотка заглохать, мне кажется. Это не будет сравнения, это будет рассказ о жизни людей, которые живут на самом краю этого мира. Вот США, вот мы, вот уже Аляска начинается. Чтобы снять этот выпуск, мне пришлось не раз и даже не два раза лететь на самолете. Было непросто, но в этом мне, как и всегда, помогли мои друзья из Авиасейлс, сервиса для покупки дешевых авиабилетов. Приехали опять в этот манеж. Посещение этого манежа стоит 12 долларов. Я подошел платить, мне женщина на ресепшене говорит, «Слушай, сегодня очень много народу, будут очереди на тренажеры, так что иди бесплатно». Охренеть, да, подход? Жизнь вообще кипит, здесь, наверное, человек 500 сейчас находится внутри. Кто чем занимается, кто-то качается, кто-то бегает, кто-то в футбол играет, кто-то вообще какой-то странной штукой занимается. Это что такое? Ребята, на Аляске раньше жили только эскимосы, индейцы и алиуты. Это три главные национальности здесь. Здесь на Аляске, ребята, каждый год проходят соревнования по национальным видам спорта, как у нас в России. Все игры, в которых участвуют и в которые играют наши ребята, появились не случайно, чтобы развивать силу, выносливость народу. Но это еще и весело. Немного дружеского соперничества. Можешь запнуть выше меня. Насколько высоко ты можешь оставить отпечаток своей ноги внутри чума. Можешь ли прыгнуть дальше меня с одной льдины на другую. Какая дисциплина самая сложная? Есть две, которые самые сложные. Первая называется удар муском, а вторая – касание с одной руки. Конечно, все это очень-очень похоже на Якутию. Мне это все время очень-очень нравится. Такие национальные виды спорта, ты понимаешь, сколько труда нужно было и сколько любви должно было в этом быть, чтобы сохранить это все, понимаете, пронести через 600-700 лет. Тянем. Прикиньте, да, как далеко друг от друга находятся. Две такие разные страны – эскимосы в США и якуты в России – имеют один вид спорта просто на двоих. Я думаю, там и там, думаю, что это их вид спорта. Мастер ДЛТа, вы понимаете, очень сложно привить в Америке, а мастрестлинг уже полегче. Блин, вот это вообще охренеть какая. Ребята, странная штука. Я хочу стать спортсменом по вот этой вот хрене. Вообще болит очень сильно. Нормально у меня там все. Он на месте вообще? Хреново себе, как больно. Одна из особенностей анадыря, которая сразу бросается в глаза, это то, что здесь все дома просто разукрашены на все цвета радуги Да, дома начали красить при Абрамовиче, чукотка в советское время, вся чукотка и анадыр в частности, это серая чукотка, бетонная, цвет бетона Цветные дома, конечно, интереснее, гораздо лучше, чем просто серые блоки, вопрос для меня всегда заключается в специалистах, в колористике, то есть в ансамбле Ты видишь, какой-то пиздец, ну вот здесь норм, вон там пиздец, вон там тоже пиздец Срок службы краски там 4 года, все, потом она дальше выцветает и опять, когда художник что-то делает, то есть он думает, как стареет краска и как это будет выглядеть через 4 года Вот, а здесь над этим не заморачивались, поэтому некоторые дома выглядят совсем ужасно То есть если у тебя денег нет, то и вот это тоже нормально Ну, собрался клуб любителей рисования, за свои деньги купил краски, нарисовал, вопросов бы у меня никаких не было Но когда ты понимаешь, что это 70 миллионов и, блин, ну Бэнкси можно пригласить, он бы что-то нарисовал Я пришел в один из самых необычных спортзалов в своей жизни, как мне кажется Может никто подъезд зашел? Здрасте, Витя, Александр, очень приятно Мы на Чукотке, в городе Анадыре Ага У меня дома Вот, тренируемся с пацанами Александр, вы организовали здесь, значит, у себя на квартире армрестлинг клуб, можно сказать Ну, типа того, мы здесь, да, тренируемся, ну, в общем, где придется, там, где есть стол, главное самое для нас стол, где есть стол мы там тренируемся А откуда пришла вообще такая идея, расскажите про свою любовь к армрестлингу, откуда она берется? Ну, как, от Дениса Цыпленкова, естественно, от Джона Борзенко, от кого еще, посмотрел, думаю, вон какие ребята, почему бы и мне не попробовать Хотя я уже старый для этого дела, но, вот, это было лет пять назад, ну, и как-то увлекся, стол сварил и понеслось Вы сами сварили этот стол? Да, да Ну, выглядит вообще как заводской Да, он вообще, да, мощный такой Ну, варил специально для своего веса, чтобы не разломать его, потому что вот эти вот столы, которые, сам знаешь, они такие все А что вам нравится в Мрестлинге? Мне бороться нравится, просто стоять и бороться, вот, ну, кайф мне от этого, понимаешь, прям такое тактильное ощущение вот эти Берешь руку такую крепкую, держишь сам, ну, интересно вообще Александра, есть YouTube-канал, ребята, заходите, ставьте лайки, передавайте от меня привет Это Чуботару, вот, King of the Table был в этом, как, в Эмиратах, по-моему, да, там То есть здесь армрестлинг везде вообще? Ну, ну, как бы, да Армдом у вас называется? Армдом, ну, да Типа блока, верхний блок Вы тоже сделали сами его? Ну, да, вот, самое основное, вот, мы здесь в основном, наши пацаны приходят и разминаемся здесь, и, как говорится, все здесь делаем Ну, мы у вас дома, вы живете своей семьей Ваша семья не против, что вы здесь оккупировали комнату? Это моя личная комната, поэтому я здесь делаю, что хочу, у нас свобода У каждого своя, как говорится, конура, и там мы тусуемся Квартира страдала как-нибудь от спорта? Да как сказать, нет, вроде бы, вроде не страдала пока Единственное, когда народу много приходит, слишком, было нас тут 9 тогда 9 человек в этой комнате было? Да вообще тут, конечно, было жестко, но... Можно сказать, что вы развиваете здесь армрестлинг на Чукотке? Я думаю, не я развиваю, мы все тут Честно говоря, народу маловато, хотелось бы побольше А, с чем связываете? У нас мало людей здесь 10 тысяч человек, ну, сколько тут, 15, 15 тысяч, ну, это, блин, ни о чем Вы сами выступаете? Да, у нас, а вы, кстати, на канале, там есть последний, вот мы у этого, у Вани Андрианова, там, в трактире, это его заведение Мы, в общем, там собрались, это, ну, и народу много было, кто-то, там, пришли даже с детьми, жены, там, это, ну, в общем, повеселились от души Что, вы выглядываете в учениковстве? Димон, Димон, да, подъезжает еще Ну-ка, а вот так просто смотрите из окна, и здесь видно, да? Смотрите, мы на первом этаже, но, по сути, это высота второго этажа Да, второго, ну, потому что на сваях стоим У нас, у нас же вечная мерзлота, поэтому надо сначала сваи сделать, потому что потечет, ну, как дома съедет линзы Самое главное, это контроль кисти Чем выше залазишь сопернику, перекрываешь верхнюю точку ему, вот, перекрываешь И бьешь, разворачивая пронатором в пальце То есть он тебя тянет, держит, ты ему бьешь в пальчики Пальчики в любом случае слабее, чем себя рука в целом Это самая главная специфика Если борется более-менее профессионально, бороться надо уметь по-всякому И в крюк, уметь держать, как бы, верхом бороться Соперника выбирать технику уже Конечно, конечно Вообще, специфика спорта на чахотке, ну, мое мнение Здесь лучше, гораздо лучше поддерживает спорт правительство То бишь, было бы желание у тебя Желание, как бы, стремление, все Здесь тебя поддержат, тебе все дадут, тебе на соревнования продвинут, как бы А людей нет, мало людей Мало, у нас тут сколько там, 15 тысяч живет Видимо, все хотят жить на большой земле, где тепло, хорошо А у нас холодно, у нас, как бы, здесь только так Чукотка, она, как бы, не любит слабых Здесь живут только сильные Здесь нравится то, что бывает Вот, те люди, которые живут на материке Там, в центральных районах, они не ценят Они, поехал в отпуск Ну, ты сегодня в Москве живешь, завтра поехал, например, в Сочи Как бы, у тебя это, как бы, обыденно Ты не получаешь тех гормонов и эндорфинов, которые получаем мы Выходя, прожив здесь, например, год или два Заработав отпуск, выезжаешь, приезжаешь в Москву, выходишь с самолета Это для них то же самое, что они приезжают в Таиланд Или в Америку Для нас это так же, как бы, да Мы получаем такое же количество эндорфинов Вот, такое же, ну, даже просто выходишь в самолет, вдохнул там другой воздух Там уже, уже, как бы Мы это ощущаем Хочешь улететь в отпуск или на Большую Землю Хочешь улететь, ты идешь сначала на вертолет Вертолетом перелетаешь Лиман Ну, в межсезонье, пока льды идут Это осень, да, весна Вот, в межсезонье, когда льды идут Ты только на вертолете можешь перебраться и улететь на Большую Землю Дорогий, давай я сейчас здесь объясню То есть, даже я, прилетев из Москвы в Анадырь Мне пришлось сутки провести в соседнем городе Потому что я просто не мог добраться из аэропорта в город То есть, я с таким реально в России первый раз в жизни встретился Просто не можешь, и все, нет дороги, и все То есть, ничего ты не поделаешь Какие у тебя планы, не планы, плевать Что сделал, как бы, я, в свою очередь Ну, изучил проблему, рискнул, купил глиссера Есть такие у нас штуки А, это ты ими занимаешься, да? Да, 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 да С чешуей, как бы, типа на воздушной подушке Такое место воздушной подушки чешуя Вот я самый первый купил глиссера, как бы, внедрил их, попробовал Настроил работу, организовал, и появилась альтернатива вертолету Ничего себе, скорость нормальная? Я быстренько, я сам двигался Последний фиксировал, 92, я же 92 км в час, на вот этой штуке? Да, он больше идет То есть, если вертолет не летит, например, туман Или ночное время суток, он не летит И люди, все, как вот там перебраться? Все, коллапс, никак, самолет пустые улетали 200 человек планируют перебраться, сесть на Боинг, как бы Сидят здесь, курят, нервничают А что они могут сделать? А я читал, что понтонный мост хотели, еще какой-то подвесной Это все, да, это все хотели, но ради кого? Опять-таки Ради людей 15 тысяч Этот мост миллиарды будет стоить Зачем вкладывать миллиарды ради 15 тысяч? Этот мост будет стоить дороже, чем город Ну так вот Ну, все же экономисты правительства Это же люди Это понятно Мне кажется, что к Чикотке наше правительство относится именно так Что мы как бы здесь резервный регион Здесь все есть по запасам Я сам занимаюсь, добываю золото, грубо говоря Но именно за счет сложной логистики Нашу Чикотку, я считаю, может ошибаюсь, конечно Нашу Чикотку заморозили здесь И нефть есть, и все здесь заморозили до лучших времен Пока добывают все там Там развивают, там вкладывают деньги, грубо говоря Когда закончится там, придут к нам Ну сколько это еще пойдет А нас пока вот держат здесь, грубо говоря, три города И сколько там поселков 45 тысяч живет Мы представляем интересы Все жители представляем интересы Российской Федерации И нас развивать будут только тогда, когда нам все будет плохо Как бы правительство, типа России, не сильно многого внимания уделяет Условно Да, ну, видимо, уделяет настолько, насколько может Вот Настолько, сколько считает нужным Но мы так то, грубо говоря, чтобы советовать что-то правительству Мы просто жители, которые живем Нет, 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 я думаю, что это неправильно так считать Ты гражданин России Ну, конечно Почему у меня должны быть условия лучше, чем у тебя Чем я лучше тебя, для правительства Не, ну, конечно, нет Но это же связано еще с отдаленностью Все же привыкли там, что все вокруг Москвы Все поближе туда Там как бы все деньги там крутятся Моя логика Вам здесь тяжелее живется, чем там в Саратове или в Новосибирске Вам наоборот нужно дать как можно больше условий, чтобы вам облегчить вашу и так нелегкую судьбу Согласен, согласен, но Никто этого не сделает Владимир Владимирович сейчас пообещал Да, да, да Он говорил, что будет развивать севера, инфраструктуру Саня, знаешь, есть такая пословица Обещать не значит жениться Они помогают, я так понимаю, настолько, ну, правительственно, настолько, насколько могут То есть у них там свои планы К ним же в голову не залезешь Они там думают так, как они думают Мы слишком далеко, как бы сюда просто Здесь даже войны никогда не было и не будет Просто потому что техника не дойдет сюда, ни дорог нет, и холодно в очередь Здесь танки все замерзнут, колонно встанут Последние там два года в Москве очень много людей Начало переживать, что границы НАТО, они, так скажем, становятся все ближе, больше Вы здесь живете вообще прям под боком с Америкой, вы соседи Есть какие-то опасения на этот счет? Мы ничего здесь не боимся, на самом деле Ну, по крайней мере, я ни разу не слышал от местного населения, что мы боимся, что на нас нападет кто-то солдат Ну, наоборот, не боишься, с тобой что-то кубаева Вы же вообще не боятся Вот я Американ, он русский Ну-ка давай Что, Димка? В Америке бывали? На Аляске? Да нет, как-то там же все закрыто, потому что те же самые визы надо оформлять Там тоже самое примерно? Не, ну примерно климатические условия такие же, вот Но жизнь там, конечно, другая Там Америка И так Зашли погреться В барчик И хлопнуть Пивка с кайфом Пивка с кайфом, ребята, как мы любим Слушай, а что если мы начнем здесь и я тебе проведу тур по месту? Да, расскажу историю Это с чего все началось Джок и Чарлис Первое здание Сейчас уже называется свинг-бар Духи старой школы Строковые, 50-е Все как раньше Это скала Дуэйн Джонсон Это Джимми Хендрикса Гитара Что, его прям? Ага Вы помните день, когда в первый раз посетили этот бар? На второй день за открытие Сколько вам было? 18 18? Вы пришли в первый раз А сейчас сколько вам? 69 Открываем какое-то подземелье просто Да ладно Что здесь творится? Япона, мать Да, тут много историй и приколов Это правда вещи людей? Это, да Тут есть такое правило Снимаешь шмотку Бар платит тебе за выпивку Но обычно люди забывают забрать свой напиток Потому что уже пару употребили Так что Да, но если вещи оставлять тут не хочешь Вот как тут Видишь сертификат? Ага Даешь им десятку Выписывают сертификат И вежешь его на потолок Здесь просто тысячи поношенных трусов и лифчиков Люди оставляли здесь Оставляешь трусы Получаешь напиток Охренеть можно И за бухло все отдали свое нижнее белье Все просто Это что вообще за место такое нахер, а? Это что за бар? Тут у нас русская комната Это Анастасия Единственная, которая пережила убийство царской земли Паспортная книжка Такого в Москве ты не найдешь Рашин царь Николай Екатерина Не знаю, можно ли представить такую комнату В России Американскую комнату Посвященную Джорджу Бушу Не знаю, в Вашингтоне Тут коллекция хатейных значков Советская форма Если память не изменяет Это было чудо на льду Игра между Советами и Штатами Там он ее выцепил Владелец бара фанат России или что? Почему он это собирает? Да потому что Какой вообще был план? Он хотел сделать русскую комнату Для того, чтобы люди помнили историю Что Аляска была частью России Так что это для сохранения истории И это важно для Вас Помнить? Да, важно Почему? Потому что Это наша история У нас здесь есть русские православные Которые живут здесь У нас богатая русская история Здесь, в Аляске И это часть нашего наследия Круто Сичош, мы уважаем свои корни Но вы знаете Сейчас не лучшее время Для разговоров О дружбе Америки и России Не здесь что ли? Знаешь, что я скажу Нельзя изменить историю Можно, конечно, придуриваться И придумывать свою историю Мы верим вот это Но это то-то Знаешь Разве можно Назвать кого-то плохим За то, что он помнит Что-то хорошее из прошлого Взгляды меняются день от дня Но мы любим настоящую историю Нам нравится знать, что было в прошлом Я рос во время холодной войны Знаешь, во времена ядерной угрозы Ну и люди боялись Что вот-вот начнут обмениваться ядерными ударами Всем было страшно Сичош Всем было просто страшно Никто не хотел войны Сейчас происходит что-то похожее? Как думаете? Нет, нет, совсем не Что-то поменялось Я не думаю, что много кому есть дело Молодежь Им плевать Не знаю Не знаю, как это объяснить Я искренне не верю в чепуху Когда говорят, что американцы ненавидят россиян А россияне ненавидят американцев Мне кажется, что мы реально ненавидим Только видеть, как люди страдают Из-за политики Люди везде одинаковые У нас только политики разные И они хотят разных вещей И так ли? Конечно, у нас отличная история Штаты купили Аляску у России Так что было время, а мы все ладили Здесь очень много заброшенных поселков и городов Мы сейчас в одном из таких поселков Дальше здесь была военская часть И поселок жил Наверное, даже развивался Сейчас-то все это выглядит вот так Население на Чукотске На все Чукотки сейчас 45 тысяч человек Хотя территория и площадь больше, чем у многих европейских стран Правильно? Да Это раздевалка бывшая, да? Да Вы здесь переодевались? Ну да, только с обратной стороны Я не помню, что такое помещение Это спортзал Входили на физкультуру Бегали, занимались Сыграли в футбол Но сейчас, мне кажется Не побегают уже Как думаешь, почему много очень поселков, которые заброшены на Чукотке? Ну, потому что люди уезжают Не видят, наверное, перспективы на Чукотке И хотят как-то улучшить свою жизнь Качество жизни Хотят как-то жить лучше А среди твоих ровесников много людей, кто хочет отсюда уехать? Ну, в основном, да Вот и мои ровесники Многая часть Большая часть, я бы сказал, даже Уехала отсюда Живут в таких городах, как Питер, Москва Занимаются делами Ну, вроде как У всех все сложилось Ну и те, кто здесь остаются Тоже, в принципе Живут относительно хорошо Ты местный? Ты можешь сказать, что Чукотка развивается? Ну, прям, что развивается, наверное, нет Как бы сильно Значительно Ну, что-то появляется по чуть-чуть Вот год назад где-то, может, два Проложили нам интернет В 21-м году получается? В 22-м? Да, да, в 22-м году Вот в прошлом году мы, считай, подключились И вот более-менее стало получше Какие-то звонки по WhatsApp'у получаются Можно YouTube смотреть Нормально Одна из главных проблем в Чукотке Что здесь практически нет никакого транспорта Логистика вообще ни разу И очень много деревень В которые можно летать только раз или два в неделю То есть авиасообщение очень слабое Железной дороги нет, дорог нету Что это за самолет? Это самолет предпринимателя Который здесь пытался организовать перевозки По Чукотке Как и людей, так и груза Ага Ну, поскольку Все эти разрешения очень тяжело сделать От Росавиации и так далее На то время, я не знаю, была ли Росавиация Ему просто не дали возможности сильно развиться тут И заниматься этим И он просто, скажем постижно Умер, спился Человек просто Ну, не дали ему развиваться Жесть Он типа с горя? Да Просто были мысли по поводу какого-то развития Перевозки грузов Транспортировки людей По селам Ну, летая по всей Чукотке У него было два самолета Один, я не знаю Может разобрали, утащили А вот второй вот здесь вот находится до сих пор А вообще есть нужда в таких самолетах? Конечно, есть нужда Ну, поскольку Насколько я знаю, что Самолеты одномоторные не используются Под перевозку людей Ну, хотя бы грузов Было бы неплохо организовать Чтобы летали на периферию Чаще Чтобы у них и продукты были у людей Свежие И как бы и цены были пониже Это, ну, актуально очень То есть был мужик, который купил самолет И хотел развивать здесь малую авиацию Ему это делать не дали Он спился и умер Да С горя В памяти военных летчиков, участников строительства И обеспечения функционирования В период Великой Отечественной войны Уникальной перегоночной воздушной трассы Аляска, Сибирь От благодарных потомков Во время Второй мировой войны Когда американцы по ленд-лизу Выдавали Советскому Союзу самолеты Здесь находился аэропорт На который с Аляски перегоняли Самолеты, правильно? Да, да В СССР То есть раньше связь с Аляской была Не то, что там Какой-то крепкой Еще и на военной почве Люди взаимодействовали и помогали Оттуда сюда Да, потому что это было довольно-таки выгодно Американцам Также нам Поскольку расстояния небольшие Самолеты не могли перелетать В большие расстояния Со стороны Европы Поскольку с той стороны шли бои И выгоднее было облетать Вот со стороны Чукотки Говорит ли это о том Что очень все быстро меняется И кардинальным образом Да, все стремительно меняется Даже в 2000-е годы Может чуть пораньше Пока меня не было Родители рассказывали Что часто сюда прилетали люди Из Америки На частных самолетах И как бы Были какие-то То обмен опытом То просто рассказывали Как они там живут Как мы И вот обменивались Какими-то сувенирами То есть Ну, было прикольно Было круто Ты хочешь, чтобы это время вернулось? Ну, наверное, да В плане дружбы Хотелось бы, чтобы это все было Ребята, кто следит за нашим творчеством Знает, что мы вместе С моими друзьями С компанией Винлайн Точечно-адресно Помогаем локальным спортивным школам И сегодня я хочу вам рассказать Про нашу очередную посылочку, ребята Она отправилась в село Аргаяш Челябинской области Про существование которого Ни я, ни вы Конечно же, были не в курсе К нам обратился Игорь Зайцев Который уже больше шести лет Работает учителем физкультуры В школе Который больше ста лет Прикиньте Он рассказал, что ему для работы Не хватает практически ничего Инвентарь за все время не обновлялся ни разу Мы это приняли к сведению Мы знаем, что таких людей, как Игорь Зайцев Достаточно У нас еще работы хватит надолго Мы отправили посылочку в Челябинскую область Куда положили мячи Практически для всех видов спорта И еще куча разного классного стаффа То есть спортивного инвентаря Я хочу сказать огромное спасибо компании Винлайн Которая помогает мне заниматься Реально важными делами А не просто записывать видосики в YouTube И хочу сказать вам Что если у вас есть какая-то потребность В каком-то инвентаре Вы развиваете свою спортивную секцию Или вы работаете в спортивной школе И вам чего-то не хватает Внизу в описании этого выпуска Вы найдете Google форму Заполните ее И мы вместе с компанией Винлайн Постараемся вам помочь Ребята Спорт из США и на Аляске Как вы понимаете Очень сильно завязан с системой образования Университетами, школами и всем таким Поэтому я приехал в обычную среднюю школу Чтобы посмотреть на условия Для занятий спортом у школьников Это обычная школа в Энкорджи Которой очень много здесь И рядом со мной Тим Тим работает здесь тренером в этой школе И еще преподает отдельно У него есть команда, которую он тренирует Это ты вот так всегда гоняешь? А, сейчас на улице так снежно И хочется, знаешь, надо все равно быть готовым К любой движухе Я в шортах, можно сказать, каждый день Нормально, да, здесь учителя ходят? Мы в крыле карьеры и технологий Старшей школы западного Энкорджа И в этом крыле, в этой конкретной комнате У нас студия для передачи, которую мы ведем здесь Здесь мы учим ребят писать подкасты, видеоподкасты Мы тут стримимим игры по баскетболу У нас тут сет для шоу, которое называется «Апельсиновый сок» Так как у нас один из официальных цветов оранжевый Тут у нас сидят ведущие У нас тут камера Black Magic, длинное оборудование Canon C100 Здесь у нас наши киношные камеры А здесь храним наши стабилизаторы Вот у них здесь как декор висит то, что я тем пользуюсь Смотрите, сколько света здесь У меня тут несколько ролей В первую очередь я учитель Преподаю мировую историю, но это первое Еще преподаю медиа И еще тренирую команду американского футбола здесь Тренирую школьников Потому что в Америке мы считаем, что Спорт это один из самых важных социальных и эмоциональных образовательных институтов Мы считаем, что наши ученики получают свои настоящие уроки Во время занятий спортом Это обычная школа, да? Да, это обычная школа, но у нас есть определенный фокус на построение карьеры и технологий Если отсюда выпускаешься, то получаешь такую корочку от управления по охране труда и промышленной дигиени И можешь работать в промышленности, в нефтяной промышленности Не знаю, что они тут затеяли Ну да У нас тут есть станок с ЧПУ Можем что-то лазером гравировать Тут у нас принтер для футболок и баннеров 3D принтеры, самые крутые дремолы здесь Ну вот реально ништяки 9 3D принтеров в школе, привет всем Вот эти все штуки, типа принтеров и прочего Они откуда берутся? От государства? Это все федеральные деньги Бюджетные? Да, да, да Не из бюджета штата, а из бюджета страны, да? Точку, да Основное оборудование закупается штатом А вот эта вся хайповая новая техника закупается федеральным правительством Через фонд Карла Пёркинса Это самая старая, старшая школа Энкориджа Какого она года? 53, вон там Сколько человек учится здесь? Мы сейчас на отметке в 1750 учеников Всего, наверное, 1800 И это самая большая школа в городе? Мы самая большая школа в Энкоридже, Аляска На самом деле мы даже самая большая школа в штате Вообще самое популярное место, которое мы с вами видели реально много раз Это раздевалки В фильмах, в сериалах американских Все время что-то кто-то делает, что-то там прячется Что-то какие-то мутки там вечно Вот так это выглядит, ребят Это за чемпионат штата Выходит лучшая команда в Аляске Награды за теннис Еще, не знаю, что это Бег по пересеченке Еще у нас тут Награда за плавание среди девушек Сколько у вас здесь спортивных секций? Сколько у нас секций? Много Футбол, теннис Борьба Американский футбол Обычный Легкая атлетика Баскетбол Плавание Лыжи Бег по пересеченке В общем, есть такое Ну, как правило, каждый семестр 800-900 студентов задействованы в спорте Каждый семестр Так вот наш зал для баскетбола, волейбола Мы тут разные мероприятия проводим Это довольно такой большой зал Клевый очень Один из первых Ну, наверное, самый первый зал в Энкредж, Аляска В шоке нахер вообще У меня реально, ребят, у меня слов на нахер вообще нет Это что, обычный зал? Да, обычный зал старшей школы Сам первый Мы тут проводим различные соревнования Ну, те, что побольше Раньше соревнования штата проходили Да Ну, мы отлично о нем заботимся Раньше тут все прям пестрило А сейчас все оранжевое и черное в наши цвета Мне надо собраться реально, ребят, я реально в шоке Пойдем качалку покажу Так, здесь у нас более старая часть здания Так что ты можешь к разным эпохам прикоснуться Эта часть здания была первой частью, которую возвели Ага, старенькая Да, да, это... Но этот зал новый Не, не, этот в 50-х Да, да, 50-е 50-е? 1053-й Давай, братик Сколько лет этим тренажерам? Ну, вон тем, наверное, около 10 лет Да, 10 лет Эти поновее Вся эта комната была перепроектирована, не знаю А это наш маленький зал Здесь больше тренируются Раньше это вообще был бассейн Ага А они его просто осушили и заполнили Даже пахнет бассейном Ну, потому что реальный бассейн вон там Вот так, да Это помещение мы сейчас переоборудуем для лыжной команды Стенки тут списаны ребятами из команд, которые чемпионы штата Почему это важно, давать детям возможности вот эти все Почему это важно? Я реально считаю, что главная причина, по которой мы даем детям такие условия Это развиваясь и тренируясь физически Ради спорта, ради навыка или просто для силы Ты напрямую воздействуешь на свое ментальное здоровье и самочувствие Если ты тренируешься и у тебя есть хорошие условия, в которых можно заниматься Тебе легче сфокусироваться И тебе легче больше энергии отдать учебе ВВС США Да, да Детский корпус подготовки офицеров запаса ВВС США Там они что делают? Они там изучают концепты лидерства вооруженных сил, военную структуру Они проходят, типа, строевую подготовку Они изучают то, что обычно изучается на сборах, но в условиях учебного заведения Это военная кафедра для детей? Да, типа того, типа того Ты там таким вещам учишься Честно, я столько всего узнал, когда сам был в корпусе подготовки Что использую каждый день своей жизни Типа, как разговаривать с людьми Как быть вежливым Как руководить Как принимать решения Штуки, которые... Я могу отследить назад К тому времени, когда я 14-летний сидел в том классе А там, если память мне не изменяет, мы на линкоре Мизури А сейчас мы проходим через блок изучения языков Здесь наши ребята изучают разные мировые языки У нас и французский, и немецкий, и испанский, и русский Еще у нас есть, ну, вот эти четыре Американские дети написали вот это? Да, да, те, кто изучает у нас русский Здесь у нас кабинет русского даже Вот, смотрите Опадать Это даже я такое слово не знаю Блистать Береза лес Уныли увязать Фрэнки Это меня очень тронуло И я думаю, что людей, которые посмотрят это в России тоже Потому что Очень много пропаганды на телевидении Говорят о том Об отмене российской культуры И о чем-то таком Это здесь не так Не, не Я думаю Я думаю Когда дело доходит до встречи лицом к лицу И у тебя есть возможность поговорить Все меняется Все наше представление о некой стране или конкретных событиях Часто строится на тех людях немногих, которых мы видим по телевидению Я считаю, что это опасно Я учитель мировой истории И как учитель мировой истории Я очень напрягаюсь, когда мы берем всю информацию из одного новостного источника Слушаем одно мнение Да послушай ты разные мнения А потом иди и разговаривай с людьми И в этом здании это возможно Я постоянно разговариваю с людьми, которые абсолютно со мной не согласны Я могу не соглашаться Я могу не соглашаться с самим начальством Я могу не соглашаться Я могу вести живые дискуссии И ничего не бояться Не бояться, типа Что меня кто-нибудь, не знаю, отменит Я просто, я просто, я это я Я честен с людьми В этих стенах диалог постоянно поддерживается Мы хотим, чтобы ребята задавались вопросом А что на самом деле? Давай разберемся Так, ребята, мы в Анадре И теперь посмотрим на самую лучшую школу на Чукотке вообще Это лицей номер один, который считается реально лучшей школой здесь Погнали на экскурсию, посмотрим, что здесь есть Это у нас аллея достижений наших Это всевозможные достижения, которые гордится лицей Который мы получали в течение 10 лет Самая у нас значимая, это звезда лицея нам присуждили Вот, ну и очень много мы ходим в лучшие школы России В сотню лучших школ России Хорошие результаты по всем практически показателям Из 200 баллов у нас 174 балла по самодиагностике Как вам так удалось? Как нам так удалось? Не знаю Коллектив хороший, дети отличные И девиз у нас Дерзайте, вы талантливые Дерзайте, вы талантливые, это ваш девиз Это наш девиз Филологическое направление, социально-гуманитарное Технологическое, информационное Инбио И опыты проводят И волейбол, баскетбол играют И у нас армейцы есть Хореографическая станция, вокальная Это то, что это творчество развивает То интеллект, это творчество А у нас тут спорт У нас очень много мероприятий, что не хватает места для всего Да, не говорите Вот компьютерный класс Ух ты Класс симпатичный Все такое новенькое у вас Сколько этому лицея лет? Десять лет А сколько здесь учатся людей? В данный момент 150 А откуда это все оборудование? Откуда вы берете деньги на все это? Национальный проект выделяется Федеральная программа Федеральные деньги Национальный проект Все федеральные Утиль испанского языка Здравствуйте Ола Ола, как вы? Да, очень хорошо Вы сейчас что, идете урок испанского? Они смотрят рождественскую сказку Чарльза Диккенса На английском языке Это же классика А вы учитель? Английского и испанского А вы кто? Кому я говорю? А, да Мы снимаем здесь просто про школу в целом А, про лицей, да? Да, да Бивимусе на набережь Да, вот завтра у нас, кстати Нет, в пятницу У нас будет интересный телемост На английском с ребятами С Южноафриканской республики Конечно, все изучают английский Когда ребята поступают в восьмой класс Они выбирают Им предлагается на выбор 3 языка Китайский, немецкий или испанский Супер вообще Очень круто Классная очень учительница Аста лависта Вот так испанский учат Просто в этом Прикол, конечно Мы переходим к общежитию В этом лицее Есть общежитие Где живут Все обучающиеся Иногородние Иногородних Сколько процентов Примерно? О, ну если у нас Допустим сейчас 150 То половина считается Иногородних 70 человек у меня В общежитии Ага, половина А почему сюда приезжают Дети из поселков? Ну потому что Я хочу сказать Что наши лицы на слуху Да Он, ну как бы Он показательный Для Чукотки То есть здесь компьютеры Где могут заниматься дети? Вай-фай есть? Да То есть здесь классы Ребята Самоподготовки Есть компьютеры Довольно свежие Прикольно Обязательный атрибут Это ящик Прокурорский Дети Если есть какие-то замечания Они имеют право Свободно написать Сюда Жалобу Прокурору Да Просьбу И когда У нас не было такого случая Но если появляется записочка Ключ находится Один у директора Один у прокурора Они вдвоем приходят Отдвоем открывают А подождите Ну расскажи А какие были жалобы Нет, никогда Почему? Ну потому что Здесь все комфортно И хорошо для них Комнати по два человека Проживают, да Стараемся поселить Так С одного поселка Дети Или с одного класса Дети А сколько стоит Вообще жить? Нисколько Бесплатно Комната отдыха Здорово Ростислав Очень приятно Чего смотришь? Чего это такое? Пухнуешь, мотра Ты на кухне Смотришь кухню, что ли? Да Да Вот это Интересно Ростик у нас Такой Вообще Так Артист Просто Вообще На сцене Ты серьезно артист? А ты что делаешь? Поешь Или танцуешь? Я выступаю Я выступаю Как бы Ну Сценар У каждого Нашего воспитанника Имеется Своя полочка Да Вот они подписаны Сенсорные преды Микроволновки Для детей Духовой шкаф Это кто? Это Дед Мороз А какого года Этот лицей? Ой Вот это вот Прямо сейчас скажу Не скажу вам Ну просто Все в свежем Выглядит Точно Это Каждый год Ремонт делается Вот здесь Ну потому что Хороший хозяин Понимаете? Показывайте душ Тогда Вот так выглядит душ Нормально Нет Для Слушайте Для Анадаря Чтобы вы понимали Здесь Это гостиница У вас Эти там Горячей воды Нет 11 тысяч Стоит Сутки Проживания Нормально Точно так же Да Точно так Проживание Девочки Отдельно Мальчики Отдельно Почему? Точно так же Ну потому что Чтобы избежать Всяких конфликтов В плане того Что они Часто Зависают У нас нет Таких У нас нет Возможности Кресла У нас нет Такого У нас Рабочий стол Вот эта вот Зона А когда они Приходят друг Друг Они валяются На кроватях Что создает Какой-то Дискомфорт Это стенд Для того чтобы Мы понимали Что кризис Семьи Какой бывает Здесь написано Аборт нужен Не нужен И в каких случаях И вообще Вот да Все это вот Описывают Для девочек Чтобы мы могли Понимать Из чего Состоит Жизнь Поэтому мы Говорим Что Любовь любовью Да Учеба учебы Ну надо быть Очень осторожным И внимательным Вот К этой Стороне жизни Вы имеете Предохраняться Или что Вообще Я хочу сказать Что в прошлом году Этот вопрос Ставил очень остро Мы даже говорили Об этом Ребятам Вот да Что должны быть В кармане Вместо носового платка Или рядом С носовым платком Средства защиты То есть вы здесь В Анадыре На Чукотке Занимаетесь Каким-то сексуальным Воспитанием Обязательно Здесь обедом Кормят и городских И наших детей Которые с интернаты Бесплатно Обучение бесплатно Проживание бесплатно Еда бесплатно Мы можем вас Угостить обедом Вы попробуйте Что именно И как готовится Наша столовая Давайте Здесь мы берем С вами билочки Ложечки Ежедневные салаты Ежедневные Берем салат Если у вас есть желание Вы можете взять Сухарик Своей рукой Отбросите Вот вы сюда Тоже бесплатный сухарик Здесь все бесплатно Берем Каша гречневая И по всей видимости Что-то рыбное Еще в свободное место Вы отобедайте Я за вами приду Я спрошу вас Как вкусно у нас Вау В основном Есть все Для того Чтобы заниматься спортом Беговые дорожки Дети Дети активно Занимаются У нас В принципе Все для того Чтобы Поддерживать Физическую Активность Я много Где был В спортзалах В школьных Это наверное Одно из самых Лучших оборудований В российских школах Которые я видел Потому что Смотрите Ребят Здесь несколько Беговых дорожек Или в Сойде И велики Неожиданно Неожиданно Реально Теннис Есть у нас Дети На выходных Либо на каникулах Какого года Это все оборудование Ну основное Было закуплено Вот это новое В прошлом Прошлом летом На все это Пришло Или позапрошлого А гантели У нас давно Здесь Просто что-то Часть какого-то Оборудования Убрали А оно уже Вышло из строя Обновили Поставили Что-то новое Вам как учителю Все хватает? Да Смотрите Ну вот это Оборудование Хорошее для школы Прям достойное А почему Оно у вас есть? Не у всех В школах Есть беговые дорожки Или псори Следующий Национальный проект России Вот Школьные клубы Вот Один из проектов Вот который Здорового проживания Вы не представляете Сколько я Спортзалах Был в своей жизни Школьных вообще Сколько лет Вы уже преподаете Физкультуру? Жизнь? Да 30 Не только здесь Но и на материке Это Америка Вот слива Это они летели к нам А справа Это мы у них Это вы на Аляске Округ ТОК А в каком году? Так Сейчас бы не это Ну это ориентировочно 88-й год Что вас там больше всего удивило? Конечно удивила спортивная база Залы великолепные Оснащение великолепное Все продумано Все продумано Вот этот зал Самый большой в городе Вот этот вот? Да Вот этот зал Самый большой в городе 15 тысяч жителей Постоянно живут здесь Спортивный зал Как я вам сказал Уже переделан Из склада Вот И честно говоря Что конечно Места для занятий Спортом Не хватает Не хватает 100 метров Пробежать ГТО Негде Еще мне понравилось Как у них в школе Нас возили в школу Ванкориджи Да Вот школа большая Ну как обычно Эти базовые школы За город выведены В зеленом массиве Вот там и корты Теннисные Там и стоянки для автомобилей Потому что многие ученики Приезжают На своих автомобилях Там и бассейны Самое интересное Что бассейны Да бассейны Вот у нас В нашем Дворце пионеров Бассейн усеченный Великолепный тренер Великолепные дети С чем вы связываете Почему там Настолько Лучше Развит спорт Ну Если брать Исторические корни То у нас Чисто Физически Не было возможностей Средства Деньги Деньги Вы бы хотели Чтобы Чукотка Больше взаимодействовала С Аляской Ну Сейчас не то время Потому что В связи с нынешней Обстановкой С тем Как американское Правительство Относится К российскому народу Я думаю Что взаимодействия Пока не будет Но вы бы хотели Ну естественно Мы хотели жить в мире Мы им понравились Они нам тоже понравились Нормальные контактные люди Нормальные контактные люди Ребята Эскимосы Ну это вот тоже Что мои дети Мы как-то на Америку Не смотрим У нас Свои приоритеты У нас Свои приоритеты Мы сейчас Можем слетать В Москву Мы можем Слетать И для этого Вполне достаточно А ну вы не боитесь Что Америка рядом Вам не страшно Вы знаете Мы во всяком случае Не стремимся Никого не убивать Никого не расстреливать Но если нужно будет То будем Ребята воюют мои И воюют хорошо А где На СВО И воюют против Тех же американцев Против их Хаймерсов И прочее Мы воюем Со всем западным миром И дети должны Это понимать Потому что Наши Западные рубежи Атакуются Ну будем говорить Силами НАТО Всем западным миром Наши границы Белгород обстреливает Курс обстреливает Обстреливает И Подмосковье Летит Все это Обстреливает Чем обстреливает НАТОвскими снарядами Хаймерсами Поставляется Вооружение Ну это все По телевизору Говорят Вы получаете Информацию Из телевизора О том что происходит И пытаетесь Донести это детям До детей До своих детей Всех детей Вот И физкультуру Где веду И где я веду НВП Вот обязательно Потому что Они должны это знать А у детей Не возникает вопрос Каких-то На которые Вы не можете Например ответить У детей Не задают Таких вопросов У нас Редко бывают Дети Которые Вот задают Какие-то вопросы Это библиотека В этом году Введена новая программа По литературе Федеральная Дети учат Список той литературы Которую нам предлагают Российская Федерация Кроме этого У нас есть литература Родного края Она так и называется Родная литература Где мы данные На Чукотке Прямо изучаем своих Непонятно Сейчас вышел Новый учебник истории Вышел Новый учебник истории Я к сожалению Не историк Но вы уже по нему Он что-то там менялся Просто Его уже Успели выучить Внесли новые данные Наверное Географию Внесли новые регионы Вот И на ЕГЭ Наверное Уже будут новые Географические карты Вот Где у нас Новые регионы Вы все Этому теперь всему учите Теперь всему учим Ну не только библиотека Так скажем Можно сказать Да и маленький Небольшой музей Который дарят нам подарки Это блокады Ленинграда Курская дуга Битва Да Да У нас первое Это правовое испытание Да На первом месте Да Патриоты Ну почти каждую неделю Волонтерить Плетем маскировочные сети Делаем Пишем письма СВО Ну бойцам Которые находятся И поздравления Просто письма Передаем Это обязательная программа Это не обязательно Волонтерство не может быть обязательным Это пожелание Но мы уходим все 100% детей Принимают в этом участие А зачем? Сети маскировочные Нет Но имеется ввиду Хорошо А вы сами с Чукотки? Ну как вам сказать Конечно да Тут коренных наверное Русских Которые прям здесь родились И мало Вот поэтому понятно Что я приехала сюда Будучи ребенком Откуда? С Украины Откуда конкретно? С Донецка Донецкая народная республика Вы сейчас Этими сетями Частичку себя Отправляете К себе на родину На родину Да И вам от этого тепло? Тепло да И то что дети поддерживают Тоже тепло Но то что вы сами С Украины Вас Это как бы Не это да? Или вы не считаете Что вы с Украины? Мне если честно Мне очень жалко Что так все случилось Вы вообще не должны Нигде стрелять Ни там Ни тут Так а вы Я не могу Вот когда мне Отначально спрашивать Да Соковой Я не могу сказать Что Там точно так же Гибнут люди На той Украине Точно такие же Как я Я с ними Работала С ними жила Разговаривала С ними на одном языке Да Я украинский знаю Прекрасно Поэтому я разговаривала С людьми на одном языке Жили мы И общались И приезжали Друг в гости И теперь вот так У нас граница Которая Да Мы потерялись И не можем Теперь не общаться Никак Ни на каком языке Ни на том Ни на этом Так вы при этом Поддерживаете Специальную военную операцию Ну Знаете Так скажем Не Донецк это начал То есть Она уже нам закончить Плохо и тут И там Я не могу сказать Да Что это хорошо Это плохо Война плохо Но вы поддерживаете Да Владимир Я живу в этой стране Конечно И поддерживаю Дело для того Чтобы прекратить С обеих сторон Всевозможные Все Понял Вот эти стихи Сейчас дети читают В школе Получается Сколько еще надо схоронить Сколько надо головы сложить Чтобы осознать Сумела ты Что он наступил Твой час беды Пожалей Тех кто еще живой Не бросай мальчишек На убой Пацанов Не превращай в коллег Долгим добрым будь Весь век Украина Пусть живут они Мамка Нэнька Сыновьи твои Пожалей Побереги ребят Весь войны Дороги Нет назад Ужасы Как вы это Трактуете стихотворение Прикатить надо Война Ну вот я же говорю Начала Украина На это все Ему дали себе Хамчи Хамчи Хорь Хорь Хмace Хамчи Хать Хангибуа Чтобы Хам Om Субтитры сделал DimaTorzok